Экономика Московской области вторая в стране. В этом году рост регионального ВВП составил 3%. Но чем больше бюджет, тем выше социальная ответственность, подчеркнул руководитель региона Андрей Воробьев. 3,5 триллиона рублей наша экономика. И здесь в зале все прекрасно понимают, что мощная экономика, стабильная экономика является базисом для наших огромных социальных обязательств и решения бытовых, житейских вопросов, которые беспокоят наших жителей. В уходящем году жители муниципалитетов области заметили перемены, происходившие вокруг. По региональным программам благоустраивали дворы, ремонтировали дома, подъезды, дороги. И в наступающем году темпы реализации партийных задач снижены не будут. Кроме того, в их постановке необходимо активнее опираться на мнение жителей региона. Люди небезразлично услышат ли их мнение при проведении тех или иных работ. И в одном из населенных пунктов был создан новый социальный центр. Казалось бы, надо радоваться. Красивое новое здание построено, благоустроенная территория. Нет, люди пришли на прием и сказали, а вы подумали о том, что парковки большой нет, и приезжающие люди на автомобиле перекроют нам выезд и создадут трудности для этого микро-района. И нам пришлось этим заниматься, чтобы на самом деле решали эту проблему. То есть, я думаю, что, знаете, это новая форма, когда не просто где-то в кабинете разрабатывается план, это правильно, там ресурсы выделяются, но когда еще это привязывается к реальной местности, к реальной жизни людей. Встречи глав поселений с населением должны происходить не реже раза в месяц. Такую задачу поставил перед однопартийцами Андрей Воробьев. В Одинцовском районе глава встречается с жителями муниципалитета регулярно, но на достигнутом Андрей Иванов останавливаться не собирается. В планах увеличение продолжительности приема и изменение его формата. Без вот такого чуткого понимания, мнения людей, жителей, конечно, двигаться, работать будет очень сложно. Потому что все наши проекты, они должны проходить публичное обсуждение. И мы должны, во-первых, тратить денежные средства, бюджеты на наши социальные программы, четко понимая, что они дадут, что называется, результат будет в десятку. По итогам года Одинцовский район по многим показателям оказался в зеленой зоне. Хорошими темпами идет благоустройство, активно пополняются ряды членов партии «Единая Россия» и ее сторонников. Совместно с последними в муниципалитете было проведено свыше 35 мероприятий, в том числе курс лекций «Защитим старшее поколение от мошенников». У нас сформировалась команда боевая партия. Мы оснастили партию, мы сделали действительно такой партийный центр. У нас есть большое помещение, в котором проводятся и общественные приемы всех наших депутатов, и областной думы, и государственной думы. Там постоянно работает исполком, также встречается с населением, с населением, с жителями. Идет обратная связь от тех программ, проектов, которые мы реализовываем. На следующий год задача перед подмосковным отделением партии «Единая Россия» стоит грандиозная. Впрочем, как и перед их коллегами из других регионов. Поддержать Владимира Путина во время предвыборной кампании. И сделать так, чтобы выборы президента Российской Федерации были честными и открытыми. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok